МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толярадо компании Гомелюстуды и працую Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Харчового дефицита в регионе нема и не будет. У гандлевых объектах не означают так само истотного повышения покупницкого попыту. Рашенье знайдено. После сворота Жухару у Аблвыконкам в Светлогорском и Гомельском районах отрамонтовали дороги. А дживопис удаляли, кодругий раз на Гомельшине пройдя областная выстава «Я мастак, я так бачу». А зараз об этом и иншим больше потравязно. Харчового дефицита в регионе нема и не будет. Повышение цен при нам синотовары айчинной вытворчасти так само не продбачится. Однако в крамах все ж неозначно повеличился попыт на некоторые виды продукции. Популярностью взросла у гречки, муки, аллеи и соли. Наповно свою плыву оказывают новины с гандлевых палец суседних краин. Специалисты гандлю заповнивают. Харчовых запасов на складах региона хопить усім. У гэтым пероканалася наш корреспондент Яугения Кухаронак. Мы на Гомельском крупзаводе. Сегодня тут перепрацовывают по 100 тонн зерня грычихи что день. На выходе отремовывается 55 тонн готовых круп. Их упаковывают и прикладно 70% одразу ж отгружается на продаж у магазины по всей краине. Клиенты наши находятся во всех частях Республики Беларусь. Основная масса – это Гомельская область. Работаем также с сетями и частными организациями. Также происходит отгрузка на экспорт. Запасы сырья, а именно зерна грычихи, позволяют нашему комбинату бесперебойно обеспечивать наших клиентов до нового урожая. То есть до сентября месяца мы спокойно можем работать в штатном режиме. Такая же ситуация и с иншими региональными вытворцами харчовой и господаршей продукции. Предприемства работают в штатном режиме, а сегодняшний складских запасов хопить как минимум на трех-ча-трехмесячную реализацию. Не спиняются отгрузки и на открытом акционерном товаристве «Цукархандаль». Сюда грузовики съезжаются с усей в области, как доставить у крамы самые разностаенные товары. Напои, макаронные выробы и консервы, соль, цукар и приправы, аллеи, детящее харчавание. Чергу из машин мы не надеяли. С одного боку отгружают, с другого наполняют склады. Буквально, наверное, один день на этой неделе. Вот зафиксировали небольшой такой всплеск интереса покупателей к отдельным товарным группам. Но даже вот этот всплеск, он можно характеризовать, как это торговля предвыходного выходного дня. То есть буквально 15-20% прирост по реализации отдельных групп товаров. Наше отечественное производство, которое у нас наши производители, оптовые организации готовы поставить в необходимом количестве. То есть настроение, конечно, в торговле поднимается, но обычная рабочая атмосфера, обстановка, режим, объекты наполняются. Тому рай им рабить покупки с розумом, не створать ажиэтажу и не забывать про то, что во всех продуктах есть термин придатности. Навет у гречки. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадоя компания «Гомель». Не поддаваться панице и выполнять меры профилактики. Особливо это тычется людей пожилого взрослого, которые в наибольшей ступени схильны до ускладнения при заражении коронавирусом COVID-19. Самая высокая смертность от его у людей, старших за 65 годов. Про то, как сберегший родных от захворывания, рассказал уголовный героятор Гомельской области Олег Иванцов. Пожилым людям рекомендуется обмежавать встречи с детьми и внуками и заставаться у самоизоляции. Пожаданно проводить час дома, позбегать поездок у громадским транспорта, наведывание магазинов и поликлиник. В случае недомогания неоткладно выкликать урача до дома. Когда возникает в острой необходность у наведывания громадских мест, обовязково носить охоленные маски, мыть руки и опрасовывать их дезинфекционными сродками. Профилактические меры действуют и в областном шпитале инвалидов Альчинной войны. У нас введен режим ограничения. То есть все пожилые люди, которые находятся на лечении, они продолжают лечиться. Мы ограничили немножко госпитализацию. Не так много пациентов госпитализируем. Освободили около 80 коек. Резервировали того, чтобы на случай вдруг понадобятся места для госпитализации. И мы очень рекомендуем всем родственникам, которые есть, общаться с нашими пациентами. Лучше по телефону, как-нибудь так дистанционно не навещать в это время. Потому что мы ограничили посещение родственников наших пациентов. Особливость коронавируса – великий инкубационный период. Прыкметы хворобы могут проявиться только на 14-й день. До того, что у молодых людей она может пройти бессимптомно. Тому навык здоровый с выгляду человек может быть но избитым вирусом. Тому пожилым людям лучше застерохшись от контактов. Не застаться у Баку. Белорусский Республиканский Союз молодцы инициировал организацию горячих линий по вопросам, какие-то акции наш, связанные с темой коронавирусной инфекции. Об этом, подчас брифингу, журналистам рассказала другий секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Юлия Липовская. Попередняя телефонная линия будет працевать до конца наступного тыдня, а при необходности термин протягнуть. И она признашена для оказания консультативной допомоги, вопечу жаргу пожилым и одиноким людям. С допомогой гаражей линии можно, например, доведаться, куда свертаться при заявлении предмет коронавирусной инфекции альбо как заказать продукты, не выходя из дома. В эти дни по линии Союза молодежи планируется организация работы 27 прямых телефонных линий. Линии будут работать в каждом районе Гомельской области и 5 в городе Гомель. Это 4 района, одна городская. Кроме того, еще одна горячая линия будет работать при нашем областном комитете БРСМ Юлия Липовская. Телефон гаражей линии областного комитета БРСМ 56 33 15. По им можно доведаться и об номерах районных организаций. Усе контакты худко заявятся в группах БРСМ в социальных сетках. 75 яблоня, как символ переможной для народа даты, посадили побошь с помником советским войнам, который находится над троллейбусной улицей. Инициатива належит Громадскому объединению Беларусь, Шигуношного района Гомеля и его кировничеству. Кроме того, побошь с новым садом, заявился памятный камень, надпись на яким поведомляя. Аллея памяти, закладенная в гонор 75-й годе перамоги в Великой Айчыной войне. Наши корреспонденты погутарили зудельниками мероприемства. Олегу Плендову, ветерану Великой Айчыной, 97 годов. Сегодня его улик у инших поважанных людей запросили на урочистую закладку аллеи. Наш замляк каже, что уже уявляя, яким прыгожим станет это место праздникальки годов. Квятнеючий сад будет увасаблять пераможным и непохисный дух усяго народа. Я вижу, что очень торжественно. Ну, я могу себе представить, какой сад тут будет цветущий. Действительно будет красивое место. И вот люди, которые тут лежат, как-то именно достойные им окружения. Такие акции в Чигуношном районе проводят регулярно. Новая Квятнеючая аллея не только упрыгоживает памятные места, где похованные загинувшие подчас войны. Аллею Вогули робят наш город больше зеленым. Аллея памяти, она не первая у нас на территории Железнодорожного района. Буквально в преддверии 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков на очень памятном месте, где восстановлен памятник зенитчицам, была высажена аллея памяти. Это 22 яблоней и 8 вишен. Именно в потомках тех героев течет кровь победителей Второй мировой войны. Мы всегда должны этим гордиться. До святкования Дня Перамоги тут закладут капсулу для нашатков. И она будет смешать зворот до гомельчан, яким на Конована отзнашить ста годзе Великой Перамоги. Марина Джалая, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадио компания «Гомель». Ремонт дорог – пытание актуальное для всех регионов, особливо у сельской мясовости. Разом с тем и оно может быть поспехово выражено. Наши корреспонденты ознайомились с некоторыми зворотами, которые поступили в областный Выконавчий комитет. Веска Росова – односно молодая. Поводля письмовых крыниц я наведома с 19-го ста годзе. Сегодня тут живут крыху больше, как 160 человек. У планах керавництва Светлогорского гора и Выконкама включение этого населенного пункта в городскую мяжу. После чего его площадь населительства повеличится. Загожь будовництва индивидуальных жилых домов. Так само продуглежено будовництво объекта Уган для социальных и культурных призначения. Местовые жихары супротив таких планов не перечить, а ли одну просьбу выказывали на протягу некольких годов. Заасфальтовать дорогу за великого потока транспорта утворалось столько пылу, что дыхать было вельми складано. Пытание выращалось после звонка на промую телефонную линию, которую в Светлогорске проводил старшиня Аблова Конкама. Постоянно в Чирковский сельский исполнительный комитет поступали обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дороги по улице Центральной в деревне Росова. Этот вопрос стоял у нас на контроле, но в связи с недостаточным финансированием дорожных служб асфальтировать было невозможно. Но поступили деньги, и в данный момент дорогу по улице Центральной в деревне Росова заасфальтировали. Жихары Вёске-Плёсы Гомельского района с просьбой отрамонтовать дорогу так само звертались у розной инстанции на протягу некольких годов. До межи города отюлькали двух километров, которые остались с оправдной пирожкодой для вязковцев. Люди, которые не мают уластные машины, могли трапить у Гомель подшигунцы. А летягник спиняется тут только двойче на день. Наверное, таксисты ехать у Плёсы отмолялись. Пытание выращилось после письмового сворота у Аблова Конка. Самой было такое. Таксист приехал на конечную у Волтовой и сказал, да я никогда в жизни не поеду на ваши плёсы. У нас когда-то было это, маршрутку даже давали, когда мы писали, писали. Не маршрутку, а такой пазик ходил. Ну он походил, походил месяц, может быть. А потом он сказал, слушайте, кто будет ездить по вашей дороге, я только ремонтирую свой этот пазик. И всё, и перестали. И приезжали, и обещали, и всё никак. Ну, а в этот раз мы даже удивились, честно говоря. Вот написали письмо, вот это письмо, это было, наверное, с месяц где-то, да, может чуть больше. В райисполком наш написали, и в областполком написали. И нам вот, ну, написали ответ, что да, и сразу как-то быстро, в течение каких-то там, ответ пришёл, и уже в течение 10 дней нам засыпали дорогу. Немножко, так, подправили, и то для нас эта радость. Олег Сентюров, Марина Джала, Евген Макенко, Тель Радо, компания «Гомель». Сгодно с оперативными дадзинами Минсель-Газхарша, ранние яровые культуры на Гомельшине посеяны на 44% отведенных площадь. На палетках просуются у всех господарки в области, причем працонный день механизаторов, завышайно складая коля 12 годин. В этом году практически все районы затыкнулись с проблемой недохопа в Вильгате у Глебе, а тому работы необходимо завершить оптимальные термины. Наши корреспонденты наведали Хойницкий район. В завершении птушинного полета процесс сяубыра нехеровых выглядая вельми маляуниче. Бадай адзина, что засмучая, великие в облаке пылу вокруг тракторов. Непосредно механизаторы от яго наурадцы покутают. У сучасных машинах есть кондиционеры. Пыл, пока шик того, что Глеба сухая. У господарка кажут, что там, где ранее нельга было сеять за высокой вильгате, все лета техника проходит без проблем. Махчимые рызыки тем больше неприемные, что в этом году до полевых работ подрактовались совсем недренно. В районе на сегодняшний день проблем с посевной нет. Техника подготовлена во всех хозяйствах. Топливо мы обеспечены. Семена подготовлены, протравлены, протравители есть. Поэтому все хозяйства активно выехали в поле и трудятся. На постоянном контроле райсель Газхаршу и якость сяубы. У там же Хойницким районе специалисты выезжают на палетки что день. В вынику порушения технологичных потребований работы спынец. Правда, по коль, таки выпадок был зафиксованы только однойче. Не часто. Вот у нас в одном хозяйстве было, все исправили. Но в основном семена заделываются, все как бы селка выезжает, все нормально. Усерга с предприемства Хойницкого района кажут, что подрактовку техники до полевых работ проводили у основным уласными силами. А прошатого тут отримали шесть тракторов, набытых за сродки областного бюджету. Процесс одновления техничного парку сегодня у Вогулі актуальный для шмат яких господарок Гомельской в области. До этого часу на палетках можно убашить технику, термін выкористания кой наближается до 30-ти годов. Ильшая справа, что отмавляться от яе, поколь не сбираются. Не глядяши на узрост, працуют кировцы у целым надеяно. Дарыши у Хойницким районе импортной паселной техники зараз нема у Вогулі. Добро працовать можно и на ячинных узорах. Особливо, коли у механизаторов есть для этого стимул. Для механизаторов разработали расценки и плюс все премиальные. Значит, расценка, если все они выполняют норму, увеличится на 300%. Областный галиновый огляд-конкурс «Лепший громадский инспектор по охове працы» прошел на базе Мазырского нафтоперепроцовчого завода. За перемогу споборничали шесть специалистов нафтохимичной галинергиона. С подробностями наши мазырские коллеги. Травае на управление Мазырского нафтоперепроцовчого завода примало гостей из всей Гомельской области. На годы для визиту – профессийное споборничество. Шесть специалистов нафтохимичной галинергиона смагались за перемогу в областном огляде-конкурсе «Лепший громадский инспектор по охове працы». Повышение качества работы общественных инспекторов напрямую все-таки зависит, связано с уровнем травматизма. Почему? Потому что, по моему мнению, общественные инспекторы являются правой рукой службы охраны труда. Практика показывает, там, где на предприятии налажен хорошо общественный контроль, общественные инспекторы работают, существует значительное снижение травматизма. Кожноудельник с розной ступенью поспеховости прошел тре этапы. Громадские инспекторы рыхтовали домашнее задание. У выгляде справоздача об своей деянности за год. Непосредственно у трамвайном управлении НПЗ спочатку шукали отказы на 40 пытаний у территичного испыту. А затем у механичном отделении практиковались. Выявляли порушения, связанные с заховой працы и безпекой супрацовников. Практическое занятие заключалось в обследовании нарушения правил техники безопасности. Мы искали причины, обследовались. Нет, закрыто нет, но есть нарушения грубые. На всех предприемствах нафтохимичной Галины Гомельской области працуют около 1800 грамадзянских инспекторов по охове працы. Больше 80 из них на Мазырском НПЗ. От якости их деянности шмат учим залежит здоровье у житё работников. Снижение вытворчого травматизму. Полепшение умов працы на предприемствах. Организаторы огляду конкурсу отзначают. Подобные мероприемства дозволяют провести комплексную проверку территичных и практичных навыков инспекторов. Переможцы областного этапа им стал Валерий Мацкевич со Светлогорским волокно представить Гомельщину. На узровне концерна Белнафтахим. Катярина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Праписнов, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании Гомель. Весна начинается сёння. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава гомельского мастака Олега Курашова. На её проставлено 30 живописных полотна. На их кветке – далекатные пролезки и нарциссы, яркие вергения и слонешник, роскошные ружи и хризантемы. У своих працах авторы выкористовывают всю палитру фарбов. Кветковый натюрморт, як особенный жанр живопису, з'явился в середине 17-го стагодя. Букеты в керамичных вазах упрыгоживали интерьеры и становились объектом уваги мастаков. С часом менялись стыли и техника их выконания. Однако кветковый мотыл заставался популярным. Проставленные на выставе полотны, зробленные за опошние 5 годов, мастак у основным працевал с натуры або на пленерах. Я на этом вырос. Зачем врать себе? Я люблю этот жанр. Мне очень нравятся и нежные цветы, и яркие цветы. Я занимаюсь другими жанрами тоже. Но в данном случае весна, в данном случае начало нового эмоционального года. Соответственно, мы его начинаем натюрмортом с цветами, самым молодым из жанров. Олег Курашов вырос у семьи Мастаков, тому с детства был связан с живописом. После закончения Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны начал принимать активный отдел в мастацких проектах. Сиротых, городские, областные и республиканские экспозиции, персональные выставы у Орши и Светлогорска, международный пленер у Заслауи. От живопису до лялек. В другой раз на Гомельшине пройдет областная выстава «Я Мастак, я так бачу». Организатор проекта – картина галереи Гаурила Вашенки. В проекте может принять отдел каждый, жадающий жахар в области. На выставу примаются картины, инсталяции, скульптуры, графика, габелены и авторские ляльки. Один автор может презентовать не больше за три работы. До пятого красавика их примать у будинку галереи по улице Карповича 4. Усе творы треба оформить для экспонования, указать контакты автора, назву, технику и год створения работы. Плануется, что выстава пошла работу восьмого красавика и будет продолжиться до 10 мая. В прошлом году в проекте «Я Мастак, я так бачу» приняли отдел каляста авторов. Это и другие новинки, информацию о проектах Телерадо-компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин